Во-первых, любые законодательные акты любой страны, естественно, они на сегодняшний день считаются достаточно гуманными, гуманитарными и гуманитарно ориентированными. У нас регулируется это положение тем, что подписаны конвенции, включая содержание в том числе преступников или даже людей подозреваемых, или может быть даже политических, то есть разные категории в тюрьмах. И там действительно речь идет о том, что пытки недопустимы и тому подобное. Значит, разговор идет вот о чем. Что если на сегодняшний день одна из сторон считает, что данный гражданин имеет опасность, скажем так, для государства или для здоровья всех граждан, и он надлежит находиться в местах лишения свободы, государство, конечно, это может делать, и оно это и делает. Но когда речь идет о том, что при добыче информации требуется выбить эту информацию путем пыток, то понятно, что это противоречит всем конвенциям. Однако это может не противоречить интересам государства. Ну, например, интерес государства заключается в том, чтобы данная информация была получена любым способом, правым, неправым и так далее. Поэтому вполне возможно, что такого рода вещи происходят не только там в Азербайджане, да и во всех любых странах. И могут еще происходить. То есть получается, что в современном обществе, к сожалению, интересы государства ставятся выше интересов конкретных людей. Эта концепция пришла к нам еще, к сожалению, из давних времен, и с гуманитарным направлением, конечно, это не связано. Но заключается все это в том, что оспорить, что там были пытки, требуется только наличие экспертизы. Экспертизу, естественно, в тюрьмы не пустят. И поэтому здесь остается только надеяться на шум журналистов и на шум правозащитников, которые будут доказывать, что данный человек все-таки находится в заключении. И не просто в заключении, но еще подвергается пыткам. То есть я к чему так говорю? Что нормативы есть, но они могут не исполняться в интересах того же самого государства. Естественно, это любое государство, это группировка людей, которые взяли власть таким или иным образом. И понятно, что совсем не обязательно, чтобы эти люди хотели выполнять те или иные конвенции. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день, к сожалению, прицепить какое-то государство к тому, что вот оно использует пытки, а надо бы пытки не использовать, но это сегодня, к сожалению, невозможно. Причина, как я сказал, это интересы правящей группировки того или иного государства. Это было всегда и, наверное, будет всегда. Насколько мне известно, и в Азербайджане, и в Армении, и в России у нас существует возможность у каждого гражданина, если идет нарушение его прав, прав человека, личности, например, те же самые пытки или еще что-то, обратиться в международные суды. Но это не значит, что они обязаны это делать. Здесь нужно смотреть на то, что одно дело ты имеешь право, а другое дело ты обязан. Вот обычно международные суды делают как? До тех пор, пока вам не откажут конкретно в судах, например, обратились они в суд азербайджанский, азербайджанский суд пишет, что нет, мы считаем, что это неправильно, значит, ваше обращение, и мы вам дадим отказ. Да, на этом основании они могут просто посадки, вернее, да, это так. И только после этого ты можешь обратиться уже непосредственно в европейский суд, например. Ну, потому что обычный европейский суд просто так не принимает. Но они требуют либо отказа, либо каких-то еще действий того или иного государства, по-другому не получается.